МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Первого Карагандинского обзор основных событий этого дня. Студия Ирина Камышова. Здравствуйте. 20% высших руководителей МЧС не прошли аттестацию. В городе прошла акция, посвященная Дню борьбы с наркотиками. Академический оркестр имени Тятимбета стал победителем во всероссийском конкурсе. 20% высших руководителей Министерства чрезвычайных ситуаций не прошли аттестацию. Причину, по которым сотрудники МЧС не справились с аттестацией, различные. О них рассказал глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Башко, который посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Владимир Башко в Караганде. Рабочая поездка главного честника страны в нашу область началась с совещания по вопросам проведения внеочередной аттестации. Завершила свою работу высшая аттестационная комиссия. По итогам которой из 20 человек от Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 высших руководителя не прошли аттестацию. Двое из них пойдут на пенсию, двое будут понижены в должности, рассказал глава МЧС. Страшно. Вы знаете, я вам хочу сказать, что я многих видел в аттестационной комиссии, которых знаю 10, 15, 20 лет, и они заходили и заходили с большим волнением, потому что вы же видите, 20% высших руководителей правоохранительных органов не прошли аттестацию. Значит, это очень ответственно, но она как раз и имела целью, чтобы люди соответствовали высокой занимаемой должности по всем параметрам. А ведь параметров, которым необходимо соответствовать, немало. Это и знание законов, и знание положения дел на рабочих местах, большое внимание уделялось и физической подготовке. По словам Владимира Башкова, аттестация прошла на высоком уровне. Высшая аттестационная комиссия работала профессионально и принципиально. Я могу судить по нескольким позициям. Первое, уровень подготовки высшей аттестационной комиссии, он прошел достаточно профессионально и, что самое главное, очень принципиально. Что касается проведения организационных мероприятий по подготовке наших, работы аттестационной, центральной аттестационной комиссии министерства и аттестационной комиссии департаментов, распорядительные документы мы все подготовили. В начале июля начнет работать центральная аттестационная комиссия. Уже утвержден состав комиссии, разработан график. Теперь внеочередную аттестацию будут проходить более 300 сотрудников министерства из всех областей. Ирина Камышова, Баужан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Мир против наркотиков. Под таким девизом прошла широкомасштабная акция, посвященная Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В рамках мероприятия населению рассказали о вреде наркотических средств и последствиях их употребления. Подробнее в материале Жазиры Абдраемовой. 26 июня, Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. История противостояния с этим страшным злом насчитывает более 10 лет. Этот день отмечается во всем мире в знак выражения решимости, усиливая деятельность и сотрудничество с целью создания общества, свободного от наркотиков. К сожалению, эта страшная социальная человеческая беда по-прежнему остается актуальной. Более того, с годами она становится все изощреннее и приносит все более ужасные плоды. С целью показать населению, каким серьезным жизненным травмам это приводит, показали байкеры города с плакатами в руках. Мы отмечаем Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Весь мир принял такой девиз и во всем мире 26 июня проходит эта акция. Прежде всего, эта акция направлена на то, чтобы привлечь внимание всей мировой общественности, всех людей к этому злу, который нельзя просто победить. Несмотря на те все мероприятия, которые проводятся в настоящее время, ведь число наркоманов не уменьшается. За пять месяцев этого года заболеваемость наркопатологии по области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 16%. Рост показателей заболеваемости наркомании отмечается практически во всех городах, за исключением городов Каражал, Приозерск, Сарань, Жайрем. В абсолютных цифрах на учете состоит 25 183 человека, в том числе лица, употребляющие наркотики, внутренним путем 4 464 человека. Несмотря на то, что показатели заболеваемости ниже республиканских, ситуация с наркопотреблением не улучшается. В Караганде проводятся специальные акции, посвященные этому дню, и поэтому наш университет сделал тоже свое дело. Мы участвуем в концерте, показываем тоже свою программу, посвященную агитации для привлечения студентов, а также про наркоманию. Это очень актуальный вопрос. У людей, употребляющих наркотики, утрачиваются навыки социализации, наступает деградация личности. Они становятся грубые, раздражительные, замкнуты в себе. Наркоманы теряют морально-нравственные ориентиры. Больные выглядят значительно старше своих лет, уменьшается их масса тела, продолжительность жизни редко превышает 30-летний рубеж. Также в мероприятии, помимо байкеров, выступали и студенты Карагандинского экономического университета, пропагандируя здоровый образ жизни. Жизира Бреймова, Тулиген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Наша сегодняшняя акция. Она направляется на повышение заработной платы госслужащим, пенсии и специальных пособий инвалидам, а также на финансирование учреждений, здравоохранения и образования. Однако возложена на физических и юридических лиц обязанность по своевременной уплате в доход государства не исполняется в добровольном порядке. Причина тому – либо игнорирование требований, либо отсутствие правовой грамотности у населения. Возможно и то, что государственные органы не принимают должные меры. В связи с этим с июня текущего года прокуратура Октябрьского района проведена очередная акция по взысканию сумм в доход государства. Цель данной акции – не только пополнение средств госбюджет, но и наладить взаимоотношения между государственными органами по проведению данной работы. Сразу хотелось бы поблагодарить представителей уполномоченных органов, которые приняли активное участие в данной акции и провели определенную положительную работу, в результате чего в доход государства в бюджет было взыскано свыше 4,5 миллионов тенгер. В рамках проделанной работы были выявлены определенные моменты, которые требовали обсуждения и принятия конкретных мер. Согласно статистических данных, в течение истекшего периода этого года в территориальных отделах судебных исполнителей Октябрьского района на исполнении находилось свыше 15 тысяч документов о взыскании. Из них за истекший период текущего года было окончено 5 853 документа на общую сумму 1 миллиард 347 миллионов 377 тысяч тенген, в том числе реально исполнен доход государства, то есть взыскано 66 миллионов 290 тысяч 47 тенген и в документальном выражении это 5 427 документов. Из них по актам прокурорского реагирования было исполнено более 70 документов на общую сумму 4,5 миллиона тенген. При проведении акции были организованы совместные рейсы с участием судебных исполнителей, сотрудников органов внутренних дел, работников налоговых органов и дорожной полиции. В ходе мероприятия были обработаны около 150 исполнительных документов о взыскании в доход государства. В ходе данного совещания выработаны основные решения и проблемные вопросы обсуждены. В общем-то, также обсуждены результаты проведенной прокуратурой на акции совместно, значит, под руководством прокуратуры района, в ходе которой судебными исполнителями совместно с органами внутренних дел, дорожной полиции, новым органом, проверенной рейсы, были задержаны несколько от автотайно-спортных средств, поставленных на автостоянки. В последующем эти автотранспортные средства были поставлены на платные осостоянки. Словом, на данный момент надзор за качеством рассмотрения актов прокурорского надзора, внесенных в территориальное дело судебных исполнителей Октябрьского района, ужесточен. Анишел Крыбик, Дмитрий Оборок, Алексей Спиридонов, Ярвы, Карагандин. Мы продолжаем. В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах городского и республиканского значения в нашем регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Неделя безопасности», в рамках которой была значительно увеличена плотность снарядов дорожной полиции. Как известно, в нашей области число дорожно-транспортных происшествий увеличивается. Нужно отметить, за минувшую неделю по статистике зарегистрировано около пяти таких фактов. Данное мероприятие будет проходить с 26 июня по 2 июля. Тем временем, личный состав дорожной полиции переведен на усиленный вариант несения службы. По словам организующей стороны, особое внимание в период проведения оперативно-профилактических мероприятий будет уделяться целенаправленным мерам по выявлению и устранению участков концентрации ДТП. Как данного мероприятия, значит, дорожная полиция ДВД Карагандинской области переведена на усиленный вариант несения службы. На сегодняшний день у нас увеличена плотность нарядов выхода на линию. Проводятся рейдовые отработки на автодорогах области, в том числе в местах наибольшего скопления населения и в местах отдыха. Сотрудниками отдела ДТП проведено 9 обследований автодорог областного значения с охватом 205 километров. Выдано 14 предписаний дорожным службам по устранению недостатков содержания дорог. Более того, за первый день оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками ДТП области выявлено 687 нарушений. За сутки сотрудниками ДТП на штрафстоянку поставлены 33 автомашин. Проводятся обстроенные уличные дорожные сети, проводятся беседы профилактического характера в трудовых коллективах и в местах отдыха детей. Данная работа направлена на воспитание стереотипов законопослушного поведения граждан и негативного отношения к нарушению правил дорожных движений. С нами усиливается работа по выявлению управления транспортом в нетрезвом состоянии и других нарушений, влияющих на безопасность дорожных движений. Как говорят сотрудники дорожной полиции, чаще всего аварии происходят из-за неосторожности водителей. Также имеет большое значение то, в каком состоянии садятся за руль автолюбители. Например, большинство водителей водят машину в алкогольном опьянении и даже не задумываются о последствиях. А в свою очередь надеемся, что после таких мероприятий водители будут вести себя как подобает. Стали известны результаты экспертизы по дорожно-транспортному происшествию, в результате которого погибла беременная женщина. Напомним, 24 июня в Жасказгане пьяный водитель, вылетев в кювет, сбил двух пешеходов. В отношении одного из активистов независимого профсоюза корпорации «Казахмыс» гражданина Ка возбуждено уголовное дело, сообщает Пресс-служба Департамента внутренних дел Каргандинской области. Как сообщает дорожная полиция, гражданин Ка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в трех километрах от Жасказгана сбил 19-летнюю беременную девушку, ее отца. В результате ДТП девушка, которая находилась на девятом месяце беременности, скончалась на месте, а ее отец с многочисленными травмами был срочно госпитализирован. По предварительной версии, 33-летнему гражданину Ка предложили повышение по службе. Ранее он был руководителем правкома Рудника Аненский, а с 1 июля он должен был занять кресло заместителя председателя профсоюзного филиала «Жасказган Цветмет». На радостях мужчина отметил повышение со своим другом и потом пьяный сел за руль своей служебной автомашины «Лада». Не справившись с управлением, он допустил наезд на пешеходов. По предъявленному обвинению ему грозит до пяти лет тюрьмы. Очередная победа карагандинцев. Концертное объединение имени Кали Байжанова снова радует жителей города своими достижениями. Академический оркестр имени Татимбета стал победителем в первом всероссийском конкурсе имени Александра Цыганкова. Конкурс, который проходил с 21 по 26 июня, имел большое количество участников. Как говорят артисты, всего команд насчитывалось 17. Академический оркестр имени Татимбета до этого времени достиг немало побед. Александр Цыганков является выдающимся профессиональным исполнителем на старинном русском народном инструменте Домре. Своим многогранным талантом, техническим исполнением Александр Цыганков захотел слушателей его блестящие исполнения, такие как «Русь», «Праздник». Что же касается нашего оркестра, когда прозвучал кюй Курмангазы Сарарка, то зрители встретили их бурными аплодисментами. Принимало участие около 15 коллективов. Из них там 7 коллективов было, непрофессиональные коллективы, по моим сведениям. И где-то около 8 коллективов, это были профессиональные оркестры, ансамбль. И наравне с ними наш оркестр показал себя с самой лучшей стороны. Мы все рады, все музыканты, все концертные объединения. Все-таки это первый международный конкурс имени Цыганкова. Поэтому стать лауреатом первого конкурса, это престижно, доставляет нам радость. В конкурсе прозвучали лучшие песни и композиции из репертуара коллективов и солистов. По словам артистов, ценители классической музыки и современных оркестровых произведений получили истинное наслаждение от их оригинальной интерпретации. Кюй Курмангазы Сарарка поразил всех жителей Омска. Инструментальный оркестр радовал любителей классических произведений не только кюями, но и вокальными исполнениями. Солисты концертного объединения имени Кали Байжанова, Шаксагильды Кемалов и Мирюеш Башай продемонстрировали высокое певческое мастерство. На достигнутом карагандинские музыканты останавливаться не хотят. Совсем скоро они отправятся покорять новые вершины. Мирамгус Алкимбаева, Тулеген Рашид и Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Поделиться интересной информацией вы можете, позвонив к нам в редакцию по телефону 420649. Также не забывайте заходить на наш сайт в интернете. Адрес на экране. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау Бонздар. Субтитры подогнал «Симон»!